Новая велодорожка совсем скоро появится в Ставрополе. Её протяжённость составит 3 километра. Укладка полотна по двухколёсный транспорт проходит по улице Ленина от проспекта Кулакова до Льва Толстого. Одновременно с этим идёт и ремонт улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день уже выполнены процентов на 70 работы по ремонту тротуарных связей. Также параллельно ведутся работы по обустройству велосипедной дорожки. Также она уже выполнена где-то на 50 процентов. С учётом этой велосипедной дорожки, протяжённость велосипедных дорожек на территории города Ставрополя составит 17 километров. В последнее время мобильные средства передвижения становятся всё популярнее среди жителей Ставрополя. Сейчас в городе активно развивается вся необходимая инфраструктура. Поэтому появление новой велодорожки в городе – это ещё один шаг к созданию единой сети велополос. Да, велодорожка нужна. Почему? Потому что если мы хотим развивать велодвижение как один из видов городского транспорта, то велоинфраструктура не должна концентрироваться у нас в одном городском районе, только в юго-западном, а должна всё-таки охватывать весь город и в тех местах, которые это, естественно, позволяют. Велодорожки, они должны формировать единую сеть. Иначе тогда в чём смысл строительства велоинфраструктуры? Как бы велосипедисты, они не телепортируются на отдельные куски велодорожек. Как бы, если хотим, чтобы, повторюсь, это был полноценным транспортом, должна быть связанная сеть. Это один из принципов формирования велоинфраструктуры. Новая велодорожка будет полностью состоять из асфальта. Ведь опыт прошлых лет показал, что прорезиненная велополоса подвержена сдвигу, а также не очень практично в эксплуатации. Уже сейчас на улице Ленина для велосипедистов доступен небольшой участок. Поэтому оценить и опробовать в деле новую асфальтовую велодорожку может любой желающий. Эта велодорожка – это хорошая идея. Мне она нравится. Город становится более цивилизованным. Поэтому я только за. Отлично. И по ширине подходит, и по качеству подходит. Я рад, что я. Тем более, что я заядлый велосипедист. Обустройство уличнодорожной сети планируют завершить до 1 июля. Поэтому любителям мобильного вида транспорта придется немного подождать, чтобы прокатиться по новому веломаршруту.